Добрый вечер, в эфире новости ТВК, я Ольга Тепляшина и сейчас о событиях дня подробно. Новость последних двух часов. Центробанк снизил ключевую ставку до 11,5%. От этой цифры зависят ставки по всем кредитам в экономике. За этот год ключевую ставку регулятор снижает уже в четвертый раз. Своё решение руководство ЦБ объяснило в дальнейшем ослаблением инфляционных рисков. Я напомню, что поднять ключевую ставку до 17% в конце прошлого года Центробанк решил, чтобы стабилизировать лавинообразное падение национальной валюты. После этого пика ключевая ставка упала уже на 5,5% и почти вернулась к уровню конца осени прошлого года. Сегодня на ожидаемое решение Центробанка понизить ставку рубль на валютном рынке отреагировал умеренным ослаблением. И к событиям в Красноярске приговор студенту-медику, который в августе прошлого года сбил двух пешеходов в центре города, вынесут завтра. И чем меньше времени, тем больше ставки за свободу. 19-летний Дмитрий Коган предложил в течение дня семьям погибших выплатить по миллион рублей. Родственники от денег отказались, но одна из матерей не хочет отправлять обвиняемого в тюрьму. Репортаж из зала суда. Готов в течение сегодняшнего дня выплатить потерпевшим по миллиону рублей. Дмитрий Коган, 19-летний студент, предлагает покрыть страдания родственников деньгами по миллиону рублей двум семьям. Большую сумму по студенческим меркам он готов заплатить сегодня. Завтра судебное решение. Это уже вторая попытка обвиняемого загладить вину деньгами. После суда 27-го числа я положил в почтовый ящик 150 тысяч и сказал своему адвокату, ну, адвокат позвонил адвокату потерпевшей и сообщил об этом. Это какое-то возмещение вреда с особым цинизмом. Это такое предложение денег, что Савельеву, что, собственно говоря, в судебном заседании было озвучено. Одно деньги положили в почтовый ящик, после этого сообщили потерпевшей. Другому потерпевшему прислали почтовый перевод на ту самую, видимо, денежную сумму. Сейчас это просто спасение, это пачки, как говорится, любые средства. Гособвинитель считает, по вине Дмитрия Когана на пешеходном переходе прошлым летом погибли две девушки. Ему грозит 4 года и 3 месяца колонии, поселения и лишение водительских прав еще на 3 года. Но сегодня мама 16-летней погибшей Анастасия Спиридович, которая изначально была очень жестко настроена на процесс, передала через адвоката, что не хочет реального наказания студенту. У женщины на это свои причины. У нее болеет мама, я думаю, что с этим тоже связано. Потому что на сегодняшний день, ну как я понял ее, что она не хочет, чтобы другой человек так же пострадал. Семья Савельевых, которая дошла до генеральной прокуратуры, чтобы расшевелить ход дела, настаивает на реальном наказании. Недовольна расследованием и со стороны Когана. Аварию на Ленина, где Хонда студента столкнулась со Шкодой, а затем влетела в людей, сегодня адвокат увидел иначе. Не все видели видеозапись ДТП, где четко определено, что не Коган въехал в ее автомобиль, а она передней частью своего автомобиля врезалась в правую сторону автомобиля Когана. Так же, как же она не могла не видеть автомобиль Когана? На мой взгляд, ее показания не соответствуют действительности, либо она вообще не контролировала дорожную ситуацию. Еще один акцент, на котором адвокат заострил внимание, это подавленное состояние подзащитного. Люди, сидящие в зале, потеряли дочерей, а Дмитрий Коган за год уголовного дела – радость к жизни. Коган именно не способен свои переживания выражать публично. Он также потерял радость к жизни. Дмитрий по неосторожности лишил жизни двух молодых девушек, тем самым наложив клеймо на многолетние заслуги семи врачей. Вот такой виноватый корице Миром в этой жизни в свои 19 лет перестал перед судом Дмитрий Коган со своим пожизненным крестом вины и раскаяния. Более раскованность сигареты в руках студент-медик вел себя на улице, молча уходя от вопросов журналистов. Завтра в три часа дня в железнодорожном суде ему вынесут приговор. Каким он будет, мы обязательно расскажем. Вильям Афшуч, Николай Чистяков, Новости ТВК. Красноярцы поддержат Олега Гончарова. Завтра в 7 часов вечера в сквере космонавтов пройдет митинг в защиту экс-чиновника. Организаторы митинга неравнодушные красноярцы, которые не раз приходили к Гончарову на личный прием, когда тот еще был в должности руководителя департамента городского хозяйства. Сторонники экс-чиновника намерены выразить свое несогласие с решением суда, который приговорил Гончарова к пяти с половиной годам колонии-поселения. Новостям ТВК Олег Гончаров сегодня пояснил, что присутствовать на митинге не будет, но он благодарен всем красноярцам, которые выступают в его поддержку. В возбуждении уголовного дела снова отказали. В Краевом следственном комитете завершилась проверка по факту обмена квартирами между бывшей осужденной и сотрудницей прокуратуры Березовского района. Я напомню, жительница поселка Березовка уверяет, сотрудница районной прокуратуры под давлением заставила ее подписать бумаги по обмену квартирами трехкомнатную на двухкомнатную сделку якобы совершали прямо в изоляторе временного содержания. После первой проверки возбуждение дела было отказано, но прокуратура отменила это решение и отправила материал на дополнительную проверку. Но и сейчас следователи не усмотрели состава преступления. Добавлю, что заявительницы предлагали пройти проверку на полиграфе, однако после медицинской экспертизы ей было отказано. В ходе проверки установлено, что действительно была сделка по обмену квартиры двухкомнатной на трехкомнатную. Разница в цене составляла 100 тысяч. За счет этой разницы были погашены долги, в частности задолженность перед коллекторами за кредиты и долги по коммунальным услугам. Хотят наказать за, казалось бы, доброе дело. Странный случай в поселке Большая Мурта. Мужчина уверяет, забрал забытые кем-то у банкомата деньги, вернул их в банк, а через несколько недель его же обвинили в краже. Ситуацией разбиралась Дарья Тарасенко. Теперь Дмитрий чуть ли не каждый день проводит в полиции и доказывает, что ни в чем не виноват. Говорит, 28 февраля этого года заехал в Сбербанк в Большой Мурте, подошел к банкомату, чтобы снять деньги на бензин и увидел, что в ячейке лежат 15 тысяч рублей. Уверяет, рядом никого не было. В самом отделении в кассу тянулась большая очередь, а Дмитрий торопился в Красноярск к отцу, у которого произошел инсульт. Я их взял для сохранности, я знал, что они чужие деньги, что мне надо их стопудово отдать. Это однозначно, мне не нужны эти деньги, эти 15 тысяч несчастные. Попросил жену, жена пошла, отнесла эти деньги, все. Супруга вернула деньги в банк в Красноярске 2 марта, то есть буквально на второй день. Вот, есть чек. Казалось бы, история со счастливым концом, но тут-то все и началось. Через несколько недель к Бирюзовым пришли сотрудники полиции и сказали, что Дмитрий подозревается в краже. Потерпевший в этом странном деле, говорит, обнаружил пропажу не сразу. Написал заявление. О том, что деньги давно вернули в банк, ему якобы не сообщили. Вернули как раз через два месяца. Вам не сообщили, что на первый ближайший рабочий день в течение двух дней деньги были возвращены? Нет, такого не было. Вам такого не Сбербанка? Да, потом уже мне это сообщили. Уже через месяц. Так, а вы теперь имеете претензии? Ну нет, конечно. В полиции говорят, уголовное дело возбуждено по факту. Обвинение еще никому не предъявлено. И то, что деньги вернули, ничего не значит. Это закон есть у нас, уголовно-профессиональный кодекс. Дело возбуждено. Возбуждено оно, уголовное дело было, еще до того, как стало известно, что он возвращал, не возвращал. То есть оно было вообще по факту возбуждено, уголовное дело, по заявлению гражданина. И уже потом установили, что этот мужчина эти деньги предположительно брал. И все, так скажем так, просто так, как пытается он сказать. В банке тоже проводят свое расследование, чтобы понять, почему эти 15 тысяч так долго возвращались к владельцу. А Дмитрий, который вроде бы сделал доброе дело, оказался крайним. И теперь, говорит, даже если миллион увидит, просто пройдет мимо. Дарья Тарасенко, Наталья Кичина, Станислав Салтыков. Новости ТВК. А как бы вы поступили, попав в такую ситуацию? Почему по закону даже доброе дело может вдруг стать уголовным? Ваше мнение и комментарии ждем по номеру 265-45-00. Также можно отправлять сообщение на номер 90-20. Вначале пометка ТВК, затем пробел и текст. И продолжаем выпуск. В Красноярске может появиться памятник Владимиру Высоцкому. С такой инициативой выступил оргкомитет фестиваля Красноярск поет Высоцкого и творческое содружество «Басы и души». Активисты уже подали в городскую администрацию обращение с просьбой установить мемориал на левом берегу Енисея в районе парка Горького. По задумке памятник певцу и поэту будет выполнен в виде метеорита. По приблизительным подсчетам мемориал обойдется в несколько миллионов рублей. В администрации сегодня сообщили, что обращение действительно получили, но в нем отсутствуют некоторые необходимые документы. Как только активисты их предоставят, возможность установки памятника Высоцкому обсудят на комиссии. Точные даты рассмотрения пока неизвестны. И через минуту после рекламы полномочий по правам человека заявил о признаках рейдерского захвата в деле Валерия Грачева. Сегодня Грузия скорбит о погибших, а по городу Тбилиси до сих пор разгуливают сбежавшие из зоопарка хищники. Мы продолжаем выпуск. Я напомню, что мы ждем сегодня ваших звонков в прямой эфир. Обсуждаем историю в Большой Мурте, как мужчина, найдя и вернув чужие деньги, оказался под следствием. Ваше мнение и комментарии ждем по номеру 265-45-00. Также можно отправить сообщение на номер 90-20. Вначале пометка ТВК, затем пробил и текст. Ну а сейчас к другим темам. Дело Валерия Грачева находится на личном контроле уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена. По мнению бизнес-омбудсмена, в этом деле, цитата, присутствуют косвенные признаки попытки рейдерского захвата бизнеса. Кроме того, Титов уверен, что Грачев не должен находиться в СИЗО, так как согласно 108-й статье Уголовно-процессуального кодекса запрещено заключать предпринимателей под стражу до приговора суда. В целом, по мнению Титова, арест Валерия Грачева негативно скажется на инвестиционном имидже Красноярского края. В Грузии сегодня проходит день траура по погибшим. В ночь на воскресенье в Тбилиси произошло сильное наводнение, в результате которого погибли 15 человек и еще 20 пропали без вести. Из-за сильного ливня с градом оказались разрушены десятки домов, объекты инфраструктуры и дороги. Многие люди остались без крыши над головой, практически полностью разрушен и старейший зоопарк. Животные, среди которых и тигры, и львы, и медведи, и волк, и даже аллигатор, оказались на улице. На поиски животных подключили даже спецназ с оружием. Агрессивных хищников, представляющих реальную угрозу, жителям города пришлось отстреливать. Власти города до сих пор не рекомендуют местным жителям покидать свои дома. Между тем, в Грузии не исключают нового наводнения. Дожди продолжаются, хотя основной пик осадков уже прошел. А тем временем в Ергаках ищут медведя, напавшего на отдыхающих. Администрация природного парка обязуется в скором времени найти этого зверя и снизить общую популяцию медведей, которых сейчас больше нормы. Напомню, что в минувшую субботу хищник напал на туристов, пострадали два человека. По словам специалистов, животное заинтересовал запах пищи, которую отдыхающие оставили на столе. Расправившись с остатками застолья, зверь влез в палатку и напал на одну из женщин. По счастливой случайности крики туристов привлекли внимание егеря, патрулирующего лес, который пришел и прогнал хищника. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. У одной женщины серьезная травма головы, а ребенку медведь нанес незначительные раны когтями. Нельзя находиться на несанкционированных местах отдыха, тем более с ночевками, тем более с детьми. Развешена информация о том, что необходимо выставлять палатки именно в отведенных местах для собственной безопасности, потому что сотрудники самого парка обеспечивают эту безопасность своей работой. И они выбраны не зря. Десять дней без горячей воды. На этот раз неудобства приходится терпеть жителям правобережья. На ТЭЦ-1 с 15 по 25 июня будут проводить плановые ремонтные работы, поэтому горячее водоснабжение отключили в Ленинском, Кировском, а также части Свердловского районов. 25 июня вода вновь начнет поступать в квартиры жителей правого берега. Следующее отключение запланировано на 6 июля в Центральном и Советском районах. День космонавтики в России может стать выходным, а 8 марта и 23 февраля – рабочими днями. Подробности в потребительских новостях. Партнер проекта – магазин одежды и обуви «Эконом.Мир». Летняя коллекция со скидками до 60% на весь ассортимент. Процентная ставка по ипотеке поползла вниз. 15 июня агентство по ипотечному жилищному кредитованию снижает процентные ставки по всем ипотечным программам на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. В среднем ипотечные кредиты подешевеют на 0,6%. Ставка на приобретение нового жилья будет колебаться от 13,9% до 14,9% в зависимости от первоначального взноса и общей стоимости квартиры. Самые низкие ставки предоставят молодым семьям и тем, кто приобретает жилье в рамках программы господдержки. В России может увеличиться количество праздничных дней. Так предполагается 12 апреля сделать выходным. Авторы идеи уверены, для жителей нашей страны День космонавтики давно перестал быть исключительно профессиональным праздником. Кроме того, возможно, сократят новогодние праздники до 4 дней. Сделают рабочими 8 марта и 23 февраля, а празднование Дня Победы сократят до 1 дня. Вводить эти изменения в календарь праздников или нет, будут решать депутаты Госдумы уже завтра. Не поделили дорогу и чуть не устроили драку. Сегодня утром двое водителей автобусов 8 и 20 маршрутов начали выяснять отношения прямо на проезжей части, невзирая на проезжавшие мимо машины. Произошел инцидент в районе Крастец на улице 26 Бакинских комиссаров. Водители, не стесняясь, ругались матом на глазах у своих пассажиров, обвиняя друг друга в нарушении правил дорожного движения. Видео снял на телефон один из очевидцев. Находившиеся в 8 автобусе люди говорят, что инициатором конфликта был водитель 20 маршрута. Он вел себя агрессивно, выскочил из своего автобуса и пытался с кулаками налететь на своего якобы обидчика. Несмотря на возмущение людей, находившихся в маршрутках, водители продолжали ругаться. Однако дело до драки все же не дошло, все закончилось только словесной перепалкой. И через 2 минуты рекламы театр на крыше открыл новый сезон. У нас будет прямое включение с театральных подмостков под открытым небом. Брать ли зонт или куртку на ближайшие спектакли расскажет специалист гидрометцентра. История в Большой Мурте стала сегодня темой для обсуждения в прямом эфире. Напомню, мужчина нашел у банкомата чужие деньги, вернул их в банк, а теперь его же обвиняют в краже. Почему добро наказуемо? Ваши мнения и комментарии ждем по номеру 265-45-00. Также можно отправить сообщение на номер 90-20, начале пометка ТВК, затем пробел и текст. Но мы продолжаем выпуск. Ведущие ТВК переоделись в известных музыкантов, чтобы удивить красноярцев. Прямо сейчас в торговом центре «Комсомол» проходит открытие нового сезона театра на крыше. Этот проект граждане всегда ждут с нетерпением. Билетов на всех желающих не хватает. Сейчас на крыше находится передвижная телевизионная станция и моя коллега Нина Курганова. Давайте узнаем, как проходит мероприятие. Нина, мы ждем подробностей. Ольга, к сожалению, не можем прямо сейчас вам показать отрывок музыкальный, потому что у нас здесь очень много творческих людей и всем хочется высказаться. Вот в данный момент Антон Москус, наш ведущий «Нового утра» и Антон Богданов. Они находятся на сцене и разговаривают с красноярцами. Это событие действительно уникальное. Театр на крыше уже четвертый сезон радует красноярцев. Действительно, билеты сюда достать очень сложно. Как это сделать, мы расскажем вам через 20 минут, а сейчас давайте отвлечемся на миньоны. Это Василий Баранов, тоже ведущий нашего утреннего эфира. И сегодня необычное такое выступление. Все наши звезды переодеваются в каких-то известных персонажей. Вася, плюс 30 на улице, мне кажется, жарковато. Отличный костюм. На самом деле секрет в том, что миньоны не носят трусиков, поэтому мне здесь очень свежо. Простите прямой эфир, но Василий настолько бодрый человек, что, видимо, ну и такие шутки можете себе позволить в новостях. Но есть Антон Моткус. Этот человек все-таки посерьезнее, поэтому, Антон, расскажите, в виде какого персонажа, артиста вы сегодня представите перед горожанами? Ой, здрасте всем. Ну, во-первых, потому что сегодня у нас представлены группы Найк Борзов, Звери и Муми Тролль. То я предлагаю вам самим угадать, вот по такому прикиду. Ну, я просто надеюсь, что вы Илья Логутенко, если я хорошо знаю русский рок. Должно было быть похоже. Но не очень. Получилось вот это. Уж извините, я думаю, что песни у нас получатся получше, чем наши образы. Но сегодня все ребята из группы Мятный Бриз, с которыми я буду играть. Вот группа Мятный Бриз, например, идет, если у оператора есть возможность показать. Вот группа Мятный Бриз. Привет. Будьте приятны нашим телезрителям. Привет, дорогие телезрители. Мы еще немножко не в форме, но Антон уже немножко готов к концерту. Спасибо, ребята, большое. Приходите в театр на крыше. Еще раз через 20 минут мы расскажем, как же получить сюда билеты и появиться здесь еще скоро, потому что будет много мероприятий. Ольга. Спасибо. Это были новости с театральных подмостков в роли репортера, корреспондента Ваканина Курганова. А мы продолжаем выпуск. И сейчас снова сценические новости. Стремится быть похожим на Иосифа Кобзона, а участвовать в известном музыкальном проекте не хотел из-за рыбалки. Победитель второго сезона шоу «Голос» Сергей Волчков дал интервью новостям ТВК. Услышать лично уникальный тембр финалиста популярного шоу «Красноядцы» могли в день города. Когда на сцене театральной площади он исполнил песни из репертуара Муслима Магомаева, с которыми его, к слову, часто сравнивают. Белорусский певец рассказал, что победа в шоу удалась ему исключительно благодаря таланту и удаче. Несмотря на его сомнения, стоит ли вообще участвовать. Сомнения были, безусловно, потому что всегда идет молва, что телевизионные проекты – это проплаченные проекты. Ну, я уже вижу теперь не первый телевизионный проект, а знаю закулисную жизнь. И скажу, смело могу сказать, правда, что, уверен, ни одной копейки никто не заносит на эти проекты. Здесь играет талант и возможности, и желания. Полную версию интервью мы покажем на ТВК в программе «После новостей. Выездная модель». Ну, а сейчас о погоде. В Красноярск идут грозы, град и сильный ветер. В ближайшие сутки его порывы могут достигать 20 метров в секунду, предупреждать спасателей. Подробный прогноз на неделю готов озвучить специалист гидромедцентра Иван Гордеев. Он сейчас на прямой связи со студией. Иван, добрый вечер. Мы только обрадовались жаре. Надолго ли это похолодание? Добрый вечер. Надо сказать, что в течение рабочей недели температура воздуха не будет сильно колебаться. Но вот ближе к концу недели, да, действительно ожидается похолодание. Насколько оно затянется, пока сложно сказать. Ну, а погода действительно сейчас определяет активная циклоническая деятельность. Первые череды циклонов уже сейчас смещаются на северо-восток. И мы вот сегодня находились в его теплой части. Температура воздуха в городе, в тени, достигла значения плюс 30 градусов. Все из-за того, что действительно с запада к нам приближается активный холодный фронт. Проходить он будет по нашей территории уже завтра. С начала дня в городе будет не опасное усиление ветра. Начнется дождь. И весьма вероятно дневная гроза. А вот по территории, по районам, возможно даже и выпадение града. За фронтом к нам и стремятся относительно прохладные северо-западные воздушные массы. Из-за этого завтра дневной прогресс весьма скромный до 20-22 градусов. Среда будет пасмурная и дождливая. И днем все те же 20-22. Но с четверга на нашей территории будет формироваться поле повышенного атмосферного давления. Все еще будет тепло. В четверг до 21-23 градусов. В пятницу вновь ожидаем приближение к 30-ти градусной отметке. В дневной осадке в четверг и в пятницу, если и будут, то небольшие. Хотя вот по территории сохранится грозовая активность. Но вот такая теплая погода, она вновь станет предвестником приближения холодного атмосферного фронта. Будет проходить она на субботу. И вот на выходные предварительно ожидаем временами небольшие осадки. И понижение температуры воздуха в дневное время до 20-ти градусов. И вот на популярных курортах России лето также стремительно набирает обороты. Температура морской воды на побережье Крыма и Краснодарского края достигла значения 21-23 градуса. В Керчи до 25, но в Енисей, в черте города Красноярска, 8 градусов. Ну а что делать, Ольга? Спонсор прогноза погоды в городах нашего края строительная группа «СМ-Сити» объявляет начало продаж третьей очереди на Южном берегу. Телефон 277-99-01. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляют магазины модных обоев «Дом Куприяна». В июне скидки до 30% и большое поступление новинок. Добрый вечер, в эфире прогноз погоды и о предстоящих температурных значениях расскажу вам я, Латив Хаджаев. Уже завтра утром дождливо, плюс 16, днем станет чуть теплее, 22 градуса выше нуля. Давление на протяжении дня будет расти, ветер восточный до 2 метров в секунду. Вечером столбик термометра поднимется до 25 градусов, но уже ночью чуть прохладнее, всего 17 градусов тепла. Ну что ж, поговорим о погоде на ближайшие дни. Непредсказуемый экран, если честно. Утром плюс 16, повторюсь, днем чуть теплее, 21, но на протяжении дня, повторюсь еще раз, осадки в виде дождей, давление будет расти, ветер западный со скоростью 2 метра в секунду. Ну а сейчас информация о погоде на ближайшие дни. Как вы можете видеть, на протяжении всей недели сохранятся дожди. А вот что касается температур, то в среду среднесуточная температура воздуха составит 24 градуса, в четверг на градус ниже, а в пятницу все 28. Мне же остается пожелать вам удачи и до встречи в эфире. Не забывайте зонт. Поддержать участников можно с помощью нашего СМС-сервиса номер 4030. В начале слова «погода», «пробел» и далее номер участника. Стоимость сообщения 35 рублей. Итоги подведем 30 июня. Партнеры проекта «Окна Оскар». Остекление балконов красиво, удобно и по честной цене. Жилой комплекс «Енисейская Слобода» объявляет победные скидки до 70 тысяч рублей на квартиры. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем информационное вещание и готовы общаться в прямом эфире с нашими зрителями. Я напомню, что сегодня обсуждаем историю, которая произошла в Большой Мурте. Мужчина нашел в банкомате 15 тысяч рублей, взял их, вернул в банк и через два месяца узнал, что на него возбудили уголовное дело по факту кражи. Звонить нам можно по телефону 265-45-00 и рассказать, а как бы вы поступили в этой ситуации. Не кажется ли вам, что сам закон превращает нас в очень равнодушных людей? Ну а сейчас мы возвращаемся на крышу торгового центра «Комсомол», где проходит очень зрелищное мероприятие. Театр на крыше открывает сезон, и моя коллега Нина Курганова готова поделиться своими впечатлениями. Нина, сегодня ведущие ТВК и красноярские музыканты изображают популярных артистов, у кого образ получился самым зрелищным. Друзья, еще раз аплодисменты. Ну вот опять зрители ТВК, к сожалению, попадают на завершение музыкального выступления. Но это не самое главное, потому что, к сожалению, вы уже не тут. А если вы хотите оказаться тут, то как раз-таки мы сейчас узнаем у Леры Березкина, человека, который делает вот все это замечательное шоу для вас. Конечно, не в одиночку, но все-таки это один из главных организаторов. Лера, расскажи, пожалуйста, как красноярцам вообще сюда попасть? Говорят, что билетов бывает не купить. На самом деле это какой-то миф о том, что билеты не купить. Потому что, смотря на что, на самом деле, на открытие, конечно, они разошлись за час. Но это открытие, и люди почему-то решили, что им нужно попасть именно сюда. А вообще, вся информация о нас в социальных сетях, в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Билеты в свободной продаже. Ну, в том числе, я думаю, что если вы, ну, очень хотите, вы, естественно, можете подводить на ТВК и узнать, как называется наша страничка, наш адрес. Ну, и сегодня же в группе ТВК ВКонтакте мы тоже публикуем все подробности, чтобы вам было проще найти это мероприятие и его анонсы. Но у Леры все-таки спросим, что ожидается дальше? Какие числа, что это будет дальше происходить здесь, на этой крыше? Ну, я могу проанонсировать самые ближайшие мероприятия, на которые можно еще попасть. Потому что вот в среду у нас будет эскиз спектакля «Пьяный», и, к сожалению, туда билетов нет, поэтому расскажу. Вот говорите, что это какой-то миф, а туда уже билетов нет. Ну, на самом деле, да, ну, неважно. Значит, есть билеты, куда еще можно попасть. Это концерт группы «Твое далеко», молодые ребята, красноярские, играют прекрасную собственную музыку. Можно попасть на оперу на крыше, это 30 июня. И можно попасть на прекрасный, чудесный спектакль от красноярского тюза «Башмачкин». Вот, ну и весь июль и август до 15 августа мы работаем. Большое спасибо, Лера, и в том числе за эту грандиозную работу. Я думаю, красноярцам очень нравится все, что здесь происходит. Ну и хотелось бы, конечно, отметить, почему это еще уникальное событие. Потому что кроме актеров здесь собираются музыканты, блогеры, вообще такая творческая интеллигенция. Если вы хотите вот немножко подзарядиться, может быть, какой-то такой энергией, вдохновением, то вам обязательно нужно попасть сюда. Ольга. Спасибо, Нина. Это было прямое включение с крыши торгового комплекса «Комсомол». Нина Курганова рассказала об открытии летнего сезона театра «На крыше». Ну а мы продолжаем обсуждать новости дня. Я напомню, что сегодня эта история в Большой Мурте, где мужчина нашел деньги, вернул их в банк, а теперь его обвиняют в краже этих самых денег. У нас есть звонок от зрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. – Добрый вечер. Меня зовут Людмила. Я считаю, что уголовное дело надо возбудить, но по факту не против мужчины, а против Сбербанка, который держал эти деньги. Непонятно, сколько он их прокручивал, чтобы этому человеку вернуть. Сколько они накрутились, только пусть Сбербанк отдает этому мужчине. – А скажите, Людмила, после этой истории вы как бы поступили в такой ситуации? – Ну я бы тоже вернулась. У меня такая история была в 1977 году. Я ехала в электричке, ехала на станцию Минина покупать дом. И оставили дипломат. Я обратилась к машинисту поезда. Он мне сказал, ничего не знай, неси. Я ехала на станцию Снежница. Мне сказали, несите эти деньги дежурному по станции. Принесла дежурному по станции, тут ничего не знаю, вези сама в линейный отдел. Я привезла в линейный отдел. И меня тоже так же оскорбляли, что я якобы там взяла какую-то сумму денег. Я сильно плакала, мне было в ту пору 17 лет. Мне мама ругала, что зачем ты вообще взяла эти деньги. А деньги вернулись хозяевам. Было такое. Но не возбуждали против меня уголовного дела. Наоборот, меня похвалили за это. – Ну что ж, вот видите, какая история. Спасибо большое. Продолжайте нам звонить по номеру 265-45-00. И рассказывать, как бы вы поступили в такой ситуации. И опасаетесь ли вы попасть в такую ситуацию и делать добрые дела в связи с этим. Сейчас полтора минуты полезной информации, затем мы продолжим. Итак, мы продолжаем обсуждать историю в Большой Мурте, где мужчину за то, что он вернул потерянные деньги, теперь обвиняют в краже. У нас есть еще один звонок от телезрителя. Добрый вечер, как вас зовут? – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Очень приятно. – Ну, моя история совсем недавняя, может быть, месяц назад произошла. Значит, только не сбербанковский банкомат, а банкомат ВСБ-24. Но банкомат стоит у нас на предприятии. Я подошла снять деньги и смотрю, 5 тысяч лежит. Никого нету вокруг, так же, вот как у этого мужчины. Ну, выскочила, посмотрела, никого нету. Ну, хорошо, у нас там охранники прямо напротив банкомата. Я дала деньги, говорю, только в сумму должны вернуться. Вернулись, а дали деньги. Слава Богу, на меня никто ничего ему заявлял. Я хочу сказать, что извините, там у дяденьки, кто эти деньги оставил, надо, наверное, какое-то наказание придумать. Вот и все. А вообще, ну, залка этого мужчину. И действительно, в следующий раз поступит ли он так, неизвестно. Ну, как здорово, что у нас такие честные телезрители. А я вот думаю, что такое происходит с людьми? Они так сильно волнуются, что крупные суммы оставляют в общественных местах, и их может взять кто угодно, да еще и попасть в историю из-за этого. Еще один звонок в нашу студию. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, говорите. Здоров. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, как вас зовут? Меня зовут Галину. С вами тоже произошла подобность? Мое мнение, раньше поощрялось, что люди находились, давали клады, все, им даже давали какие-то проценты. 25 процентов, да. А сейчас, вместо того, чтобы поощрить их, как-то это самое, их собираются наказывать. Это как, что у нас в стране происходит. А как вы считаете, как нужно изменить эту систему, чтобы такого не происходило? Ну, ведь надо сначала узнать, почему этот мужчина оставил эти деньги. Для какой, вообще, как он там мог оставить? Он зашел снять их? Я так понимаю. А зачем же оставил? Ну, видимо, положил деньги. Ну, никак не наказывать того человека, который их тут же вернул. Ну, вот дело завели по факту. По факту кражи, потому что там, видимо, не знали, что деньги уже вернулись. Вопрос, где они были так думали. Ну, а кто умолчал о том, что они вернулись? Там же показывались какие-то документы, они показывали. Ну, конечно. Деньги возвращены и сразу же. Конечно, есть чек. Может быть, уголовное дело. Ну, что ж, спасибо большое. Вот наши зрители тоже пишут, что поучительный пример, не зря же в русском языке есть пословица «Не делай добра, не наживешь врага», но она ни в коем случае не руководства к действию. И пишут еще о том, что когда вороватые чиновники деньги возвращают в суде, то полиция к ним почему-то благосклонна, а вот в данном случае нет. Ну, и опять же пишут, что подтверждение слов «Не делай добру, чтобы не получить зло», что нужно человека благодарить, а не уголовное дело заводить. Ну, и снова сетуют на то, что слишком долго деньги шли в банке, и нужно бы выяснить, в чем тут дело и почему между подразделениями фактически нет никакой связи. Итак, сейчас еще две минуты полезной информации. За это время вы можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 265-45-00 и рассказывать свою историю, либо поделиться своим мнением о том, нужно ли делать добро и боитесь ли вы попасть в такую ситуацию. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня историю в Большой Мурте, где мужчина нашел деньги, вернул их в банк, а теперь его обвиняют в краже. У нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что проблема в том, что он их взял. Это были не его деньги, он их взял. Так он же вернул эти деньги? Вернул, но, видимо, в Большой Мурте об этом не знали. Завели уголовное дело. Но, как вы знаете, привлечь к ответственности, получается, гораздо проще, чем теперь все это вернуть назад. Так нет, это просто проще сделать для милиции, мне кажется, так. Ну, вот человек попал, вот вы бы что делали, попав в такую историю? Вы бы вообще стали брать чужие деньги? А как быть по-другому в таком случае? Человек вернул, нашел деньги, решил вернуть эти деньги? Да. Ну, а он вернул же эти деньги, ну а что за него сейчас обсуждать уголовное дело-то? Ну, за то, что он их взял. Я так понимаю, что здесь произошла ошибка из-за отсутствия информации. Деньги пропали, поздно хватились. О том, что деньги вернули в банк в Большой Мурте никто не знал, потому что вернули их в Красноярск. Очень мало сейчас людей, которые бы вернули бы сейчас эти деньги. А вот здесь вы ошибаетесь, мне кажется. Мне кажется, вы здесь ошибаетесь, потому что очень многие вернули бы деньги. Да никто бы не вернулся, вам так просто кажется. Это сейчас звонят вам и говорят вот так. А вот так вот в реальном случае, знаете, пока раз, вот телефон простой, ребенок теряет, звонят и говорят, пока денег не за возграждение, зайдите, вам не вернем телефон. Вот я по голосу слышу, вот человек очень молодой, да, сколько вам лет? 22. 22. А вам не кажется, что вот у чужих денег и энергетика чужая? А вдруг это какие-то плохие деньги, и вы какие-то неприятности себе точно притянете? Так, это не знаю. Это, я думаю, ты, наверное, будешь думать в последнем случае, когда эти деньги уже потратятся. Ну что ж, спасибо. То есть вы бы не вернули деньги? Я бы не вернул эти деньги. Так, молодой человек. Ну что ж, вот такое мнение тоже есть. И в завершение крикопомощи медведей очень много рубят лес, они подходят к деревне, нападают на людей. Как быть? Помогите. Я прошу этого телезрителя, кто написал это сообщение, сообщите же, где, в каком месте это происходит. Ну, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Я напомню, что в 23.00 вы увидите обзор всех событий дня на ТВК. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова